Закон сохранения импульса Так вот, давайте с вами поговорим про закон сохранения импульса Вот имеется у нас один шарик, у него масса m И он движется в этом направлении Раз он движется, значит у него есть импульс А мы с вами знаем, что импульс это произведение массы тела на его скорость Хорошо И навстречу ему движется другой шарик Раз шарик другой, значит у него может быть масса тоже другая Совсем не обязательно, что эти два шарика одинаковая масса Поэтому я называю этот шарик номер один А этот шарик у нас будет номер два Значит у него масса будет m2 Здесь m1, а здесь m2 И движутся они с разными скоростями v1, а здесь v2 Вот все, значит у этого шарика есть импульс А импульс это произведение массы тела на его скорость И у этого шарика есть импульс Какой импульс у этого шарика? m1, v1 А у этого шарика импульс m2, v2 Я еще говорил с вами, что импульс это векторная величина Но пока мы просто-напросто смотрим на этот рисуночек И понимаем, что два шарика едут навстречу друг к другу Масса у этих шариков разная Скорости у этих шариков тоже будут разные И что произойдет? Ба-бах! Столкновение И допустим После столкновения этих двух шариков Эти шарики поехали в разной скорости В разные стороны В разные скорости В разные стороны они поехали Первый шарик поехал со скоростью u1 А второй шарик поехал со скоростью u2 Что такое u1? Это скорость первого шарика после столкновения А что такое u2? Это скорость второго шарика после столкновения Ну а теперь закон сохранения импульса Он говорит вот о чем m1, v1 плюс m2, v2 То есть это импульс первого шарика И импульс второго шарика до взаимодействия До столкновения А вот после столкновения будет m1, u1 плюс m2, u2 И все это написал в векторной форме А почему? Ну потому что если мы будем решать задачу Совсем не обязательно Что после столкновения эти шарики Обязательно поедут в разные стороны То есть здесь нужно будет еще и учитывать направление Но это как говорится уже другая песня Итак закон сохранения импульса Суммарный импульс двух тел до взаимодействия И суммарный импульс двух тел после взаимодействия Абсолютно одинаков Вот и все Это импульс первого и второго тела до А это импульс первого и второго тела после Их сумма в первом случае И во втором случае абсолютно одинаковая В этом и заключается закон сохранения импульса Учите физику на самом суперском канале Который называется физика Это просто канал на котором достаточно сложные задачи и вопросы Вдруг становятся простыми, понятными и доступными Поэтому если вы еще не записаны на мой канал Сделайте доброе дело Запишитесь Буду вам очень признателен и благодарен Ну и конечно лайк не забудьте поставить Всего вам доброго До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok